Всем привет! Меня зовут Мане, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет второй выпуск о моих покупках на сайте aliexpress.com товаров из Китая. Я расскажу вам свой отзыв, оставлю ссылки обязательно внизу этих товаров, если они вас заинтересуют. Речь пойдет в основном о детской одежде на этот раз, как я и обещала, а также о некоторых аксессуарах, поэтому оставайтесь со мной. Прежде чем приступить к детской одежде, хочу сказать, что моей дочке полтора года, и я ориентировалась именно по этому размеру. Но в основном почему-то одежда оказалась больше, чем нужна. Моя дочь, она не слишком крупная и не слишком маленькая для своего возраста. И та одежда, которую я заказывала в основном, заказывала из Англии, то есть из европейских брендов, Мазакея, Next, или в той же Катюше продается итальянский бренд одежды. Все это всегда совпадало по размеру. Начнем с футболок, которые я заказала для дочки на лето. Вот она первая футболка, яркая футболка с таким рисунком земляники. Она тканевая, эта земляника так вот зашита. Вообще мне очень нравятся тканевые рисунки по сравнению с этим принтом, знаете, таким липким, который блестит еще. Он не дает коже дышать и не очень это красиво выглядит, на мой взгляд. Поэтому очень хорошо, когда тканевый рисунок. Это плюс. Сама ткань вот в футболке, хлопок очень хороший, мягкий. Я очень довольна. Здесь, естественно, из земляники немножко нитки торчат сбоку. Но это можно будет просто отрезать, ничего страшного. В принципе, футболкой я довольна. Единственное, почему-то я заказала 2T размер на 2 года. Поэтому, естественно, она большая. Для сравнения я взяла такую вот футболочку из Катюши. Фирма, может быть, я неправильно прочту, Барилотти. Или Барилот. В общем-то, европейский бренд. И вот по сравнению с этой футболкой, посмотрите, какая огромная разница. Особенно в длине. Поэтому, да, я не знаю, будет ли надевать эту футболку моя дочка летом. Может быть, в конце лета. Следующая футболка такого цвета, другого. Конечно же, я старалась выбирать разных цветов футболки. И немножко разных моделей. Здесь тоже принт очень качественный. Ну, рисунок очень-очень качественный. Поближе я вам все покажу. Рукава, видите, немножко так фонариком. Качество. Сама ткань тоже очень мягкая, качественная. То есть, все отлично. Здесь написано единственное Baby Gap. То есть, под Gap, видимо, сделана футболка. Но ничего страшного. Я обычно не очень люблю, когда под какой-то бренд, да, как бы вроде как подделка. Но, не знаю, мне кажется, что именно такая футболка, она не будет сильно отличаться от настоящего Gap. И спокойно можно носить главное качество. Здесь я выбрала размер 18 месяцев. И все же, кстати, я не сказала, что эта футболка на 18 месяцев. Да. Вот эта футболка, которая из магазина Катюши, она на 18 месяцев. И она подходит моей дочке. Ну, но она немножко, видите, но она подходит прям впритык ей. То есть, может быть, в принципе, летом это 18-24, то есть, это промежуток, интервал. Может быть, чуть побольше футболки. Ну, не может быть, а чуть побольше футболки. В любом случае, она будет надевать. Так вот, вот такая футболка, видите, все равно она прям длинная-длинная. Она приталенная. Приталенная, то есть, по ширине она даже немножко уже. Да, по ширине немножко уже, но длина прям достаточно больше. Но будет носить. Однозначно, я думаю, что будет носить. Если сильно будет длинная футболка, можно будет просто носить, допустим, не с джинсами, а с лосинами, как тунику, что-то такое. В общем, тоже очень довольна. Следующая футболка вот такая, в морском стиле, в полосочку. Тоже на 18-м месяц я заказала. Вообще, все эти футболки, они на картинке выглядят практически одинаково. То есть, как будто бы они точь-в-точь такие же, та же самая ткань, все то же самое, просто рисунки разные. Но на самом деле, вот это вот на ощупь, эта футболка полностью отличается от предыдущих тем, что она немножко грубее. То есть, ткань здесь немножко жестче. Это тоже, да, хлопок. В принципе, натуральный материал. Особенно вот с внутренней стороны, приятная к телу, в принципе. Но она немножко внешняя. Видите, она прям стоит, эта футболка, то есть, не облегает. Более такая ткань грубая. Но, конечно, будем носить, ничего страшного. И модель здесь, видите, более такая широкая. Да, то есть, немножко более спортивная в стиле. Здесь вы заметите, какая она прям широкая по сравнению с этой футболкой. Ну, а длина, кстати, меньше, чем у предыдущих футболок. Рисунок здесь тоже тканевый, но он не зашит отдельно, а он прям сам по себе рисунок вместе с полоской. Следующая футболка моя самая любимая. Она замечательная. Качество здесь просто супер. Тоже очень мягкая ткань, очень-очень хороший хлопок. При этом он теплее. Ткань здесь теплее, чем на тех футболках. Качество просто замечательное. Вот просто некуда лучше. Рисунок очень интересный, тоже качественный зашит. Форма футболки очень такая красивая, интересная. Я очень довольна. Тоже заказала на 18 месяцев, и тоже она побольше, чем эта футболка. То есть вот как-то так. Но разница не сильно большая. Будем носить. Особенно в конце лета уж точно. Следующая футболка, она без рукавов. Вот такая, немножко в другом стиле. Расширяется к низу. Ярко-малиного цвета, веселая. Здесь тоже очень нежная ткань, но она, конечно, легче. Она как вот те первые футболки. То есть легкая-легкая летняя. Единственное, что здесь именно такой принт, о котором я говорила, такой вот липкий. Но в принципе, учитывая, что рисунок здесь не сильно большой, и не закрывает полностью всю переднюю часть майки, то ничего страшного. Тем более она вот так вот развивается, и кожа будет дышать. Она очень такая, свободная сама по себе. Я думаю, что эту футболку, точнее, ну это уже не футболка, а топик, да? Этот топ она будет носить, наверное, с лосинами точно. Она как-то так больше подходит. Следующая футболка, вот такая желтая, с бабочкой. Она очень похожа на ту, которая была земляникой, то есть с клубникой. То есть все практически то же самое. Ткань такая же хорошая. Все наподобие рисунок, тоже зашит, тканевый. То есть все, в принципе, хорошо и красиво. Только здесь размер 18 месяцев, а не как там, на 2 года. И, соответственно, футболка чуть меньше, чем та. Но опять-таки больше, чем вот эта футболка из Катюши. В целом я очень довольна футболками. Имейте в виду, можно купить спокойно. Они стоят около 200-300 рублей, то есть вообще замечательно. Следующие это такие веселые шортики. К этим шортам тоже нет никаких у меня претензий. Качество хорошее, хлопок. Рисунки достаточно качественные. Рисунок. То есть все, в принципе, так же, как и было на картинке на сайте. Размер здесь, ну, я выбрала 18 месяцев. Здесь написано 18-24 и на рост 92 см. Ярко, по-летнему, по-детски. Я довольна. Следующее, что я купила для своей дочери, это вот такие вот трусики. Набор целый из 12 штук. Вот что нужно покупать на таких сайтах. Это вот такие мелочи, нижнее белье, да, детское. Всякие аксессуары, они всегда бывают в основном качественными. Здесь ткань, то, что нужно. Хлопок, качественно все очень. Очень, я очень довольна, очень приятно к телу. И я выбрала специально там, по-моему, две разновидности цвета можно было выбрать. Я выбрала, которые посветили. И они такие более, видите, светленькие. Очень хорошие оттенки. Мне нравится, что они совершенно в разных оттенках все, чтобы подходили под, допустим, если она будет в платье, а у детей обычно иногда бывает, что видно трусики, чтобы они были тон в тон с платьем. К сожалению, были также и разочарования. Вы сейчас увидите на своих экранах. Шорты, которые я заказала тоже, они как бы под джинсы, под деним. На самом деле там никакого денима нет. Там ужасная какая-то ткань, неприятная. Все, если честно, просто ужасно. Даже просто в руках держать эти шорты. Я осталась недовольна. Также все не очень качественно зашито, рисунки и так далее. И еще меня очень сильно смутило то, что они очень неприятно пахли. То есть какой-то запах очень неприятный, который после стирки тоже не прошел. Поэтому я их просто выкину. Я дождалась съемки, чтобы вам показать, заснять и просто выкинуть. Но они вообще недорогие. Может быть, дело как раз в этом, что сильно дешевые вещи не стоит покупать. И то же самое насчет костюма. Костюмчик тоже стоит, ну, очень дешево. На рисунке это выглядело очень красиво, на девочке. Поэтому я решила заказать. Но, конечно же, пожалела. После стирки все это превратилось в непонятного что. Сейчас увидите то, что там и нитки торчат, и вообще ткань испортилась. И тот же самый запах у этого костюма. Поэтому вот эти две вещи я ссылки тоже оставлю. Ни в коем случае не заказывайте. Перейдем обратно к качественным вещам. Кстати, забыла сказать, что все, что я вам показываю, это все после стирки. И следующее это комплект из пяти боди с коротким рукавом. Я вам покажу здесь три. Вот такие вот с маленьким рисунком разных цветов. Вот. И еще два боди. Они в стирке. Белая в красную полоску, белая в черную полоску. Боди замечательные. Нет никаких претензий. Качество хорошее. Рисунок качественный. Размер, кстати, подошел точь-в-точь. Она сейчас уже носит. Так как она будет носить эти боди не под одежду, а просто как сами по себе дома. Поэтому я ей доказала с рисунками цветные. Перейдем к аксессуарам. А это, а именно, это шляпа такая для дочки тоже. Такая веселая, яркая, летняя. Увидим фотографии обязательно. Немножко она в дороге помялась. Но ничего, это можно как-то сделать. Потом исправить. А для себя я выбрала две вещи. Это вот такая перчатка для пилинга. Для пилинга тела. Я делаю пилинг постоянно. Очень часто. Вообще, девушки знают, что это очень-очень полезно для кожи, для кровообращения потока крови. К коже. От различных проблем. Не будем сейчас углубляться. Очень довольна от качества вот этой вот ткани. Она не слишком грубая, не слишком мягкая. То есть то, что нужно для пилинга. Особенно, если еще использовать скраб при этом. Единственный минус то, что здесь держится не очень хорошо. Вот эта вот резинка здесь не тугая. Но ничего страшного. Можно вообще вынуть руку. Я иногда вынимаю руку и просто вот так вот делаю. В общем, полезная вещь. Ну и напоследок, по традиции, это ожерелье, которое я сейчас надела. Тоже заказала из этого сайта. Из сайта Алиэкспресс. Качество здесь замечательное. В прошлый раз я вам говорила, что был небольшой дефект, который я потом исправила. В данном случае не было никаких дефектов. Здесь все на месте. Все качественно. Очень довольна. Красиво очень ожерелье, на мой взгляд. Цвет подходит очень под сезон весна-лето. Сочетаться будет со многими другими цветами, весенне-летними. Поэтому очень рада этой покупке. Ну что, как вы видите, в основном я покупками довольна, потому что уже немножечко у меня появился опыт в этом деле, в заказе из этого сайта. То есть обязательно также напомню, что смотрим отзывы. То есть отзывов не бывает в основном тогда, когда заказов нет или очень мало заказов. Но это немножко рискованно, заказывать такие вещи, да. Когда еще никто не заказал, еще не знаете отзывов людей. Потому что отзывы очень помогают. Бывает, видишь, что очень плохой отзыв. Ну, у людей нет причин писать плохие отзывы, да. Если что-то не так, они сразу пишут. Поэтому они очень помогают. Особенно, если не один плохой отзыв. Кроме этого, конечно же, играет роль, когда смотрите рейтинг продавца. То есть если магазин такой, достаточно с высоким рейтингом, то у них и товар качественный. Ну, и также обращаем внимание все-таки на цену, чтобы она была не слишком заниженной. Потому что все-таки качественная вещь не может быть сильно дешевой. А так, в основном, очень удобно заказывать с этого сайта. Мне очень нравится по сравнению, допустим, с другими какими-то китайскими, где, допустим, нет даже элементарного перевода. Неудобно заказывать. Нельзя просто нажать на кнопку, и ты заказал товар. И тем более бесплатная доставка почти на все. Ну, на многие вещи. В общем-то, будем заказывать дальше. Я буду продолжать снимать видео такого плана. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Также будут видео совсем другого характера. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пока-пока.